Марк Твен. Моя первая беседа с Артемисом Вордом. Я никогда раньше с ним не встречался. Он привез рекомендательные письма от общих знакомых из Сан-Франциско и пригласил меня с ним позавтракать. У нас на Серебряных Рудниках считалось почти святотатством приступать к завтраку без коктейля из виски. Артемис с галантностью столичного жителя всегда подчинялся провинциальным обычаям и тотчас заказал три порции этого яда. Третьим за нашим столом был Хингстон. Я охотно пью, кажется, все на свете, за исключением коктейля из виски, и я прямо сказал, что я им не компания. Коктейль сразу ударит мне в голову, и через десять минут я буду ни на что не пригоден. Я не хотел бы при первом нашем знакомстве показаться умалишенным. Но Артемис просил не отказываться, и я проглотил коварный напиток, продолжая протестовать, и не зная, что соглашаться не следовало. Через несколько минут мне показалось, что мысли у меня путаются. В сильной тревоге я ждал начала беседы. Впрочем, меня еще не покидала надежда, что, быть может, я преувеличиваю свое опьянение, и все как-нибудь обойдется. После нескольких ничего не значащих замечаний Артемис принял необыкновенно сосредоточенный вид и произнес небольшую речь, показавшуюся мне несколько странной. Он сказал следующее. «Пока не забыл. Хочу вас кое о чем расспросить. Вы живете здесь, в вашем серебряном царстве, в Неваде, больше двух лет, и, конечно, вам, репортерам, приходилось спускаться вниз в рудники, осматривать их. Словом, вы изучили рудничное дело до тонкости. Так вот, я хотел бы спросить, как эта руда расположена? Сейчас я вам поясню. Если я представляю правильно, это жила, металл, серебро, зажато между пластами гранита, и так под землей и идет, пока не проглянет наружу, вроде как край тротуара. Представим теперь нашу жилу толщиной, скажем, 40 футов, или, может быть, в 70, нет, лучше возьмем все 100. Вы к ней роете шурф, вертикальный, а, быть может, наклонный, тот, что зовется к вершлагам, и спускаетесь вглубь на целых 500 футов, а, быть может, хватит 200, и идете за жилой вплотную, а она-то все уже и уже, и эти пласты гранита вот-вот поглотят ее. Впрочем, я не имею в виду, что они непременно сомкнутся, в особенности, если геологическая обстановка в роднике такова, что они отстоят один от другого намного дальше обычного, и наука тут не поможет, хотя, с другой стороны, при прочих равных условиях было бы странно, если бы не было так. И если взять за исходный пункт наше первое предположение и учесть все новейшие данные, то, конечно, можно извлечь и тот, и другой вывод. Это уж без сомнения. Вы согласны со мной? Я подумал. Вот оно в точности, как я предвидел. Коктейль меня погубил. Даже устрица на моем месте и та поняла бы больше. Затем я сказал. Разумеется. Да, без сомнения. Впрочем, если позволите, не согласитесь ли вы повторить свой вопрос? Конечно, конечно. Это я виноват. Предмет для меня совсем новый, и я не сумел ясно выразиться. Да нет, Шей, вина моя. Вы очень ясно сказали, но коктейль ударил мне в голову. Основное я понял, но я не усвоил деталей. Повторите еще раз, и я пойму все до конца. Он сказал. Хорошо. Повторю суть вопроса. Тут он принял серьезнейший вид и стал загибать пальцы, отмечая важнейшее. Наша жила, или, скажем, руда, как хотите, зажата между кластами гранита, наподобие сэндвича. Это ясно, не правда ли? Теперь вы копаете шуф, скажем, в тысячу футов или в тысячу двести, в конце концов это не важно, и подходите к жиле вплотную, и бьете к ней штреки, иные перпендикулярно, а часть параллельно, и именно в той ее части, где порода более серниста. Она ведь серниста, не так ли? Хотя, если вы меня спросите, пусть это и спорно, я лично скажу, что рудокопу не важно, идет она там или нет, поскольку порода сопутствует жиле, хотя не вполне, и при других обстоятельствах любой среди нас ее бы вообще не заметил. Ну как, я прав или нет? Я грустно сказал. Вы должны извинить меня, мистер Уорд. Я, конечно, сумел бы ответить на ваш вопрос, но проклятый коктейль ударил мне в голову. Я сейчас ни о чем не могу судить. Ведь я говорил вам... Не огорчайтесь, прошу вас. Я опять не сумел изложить свою мысль толково, хотя я старался быть ясным. Но, разумеется, вы были предельно ясны. Чтобы не понять вас, нужно быть безнадежным клиентом. Все дело в проклятом коктейле. Нет, не вините себя. Я еще раз попробую, и уж если теперь... Нет, умоляю вас, это будет впустую. Голова моя в таком состоянии, что я не сумею ответить на самый простой вопрос. Не бойтесь. Я так поверну свой вопрос, что вы сразу поймете, в чем дело. Начнемте сначала. Он перегнулся ко мне через стол, лицо его выразило глубокую озабоченность. И он приготовился пальцами правой руки загибать пальцы налево, отмечая важнейшие пункты в своем рассуждении. А я, вытянув шею и напрягши все силы, приготовился или понять, или погибнуть. Так вот, эта штуковина, эта самая жила, содержит в себе металл, серебро, и тем самым, понятное дело, она выступает как последующий элемент в ряду предыдущих, действуя в пользу ближайших и в ущерб всем последующим, либо в ущерб всем ближайшим и в пользу последующих, или индифферентно, и к тем и к другим, а также учитывая относительную границу в радиусе распространения. Я сказал, «Теперь совершенно ясно, что у меня на плечах чурбан. Не старайтесь, не надо. Чем больше вы объясняете, тем меньше я понимаю». Сзади послышался подозрительный шум. Я быстро обернулся и увидел, что Хингстон, укрывшись газетой, корчится от неодолимого смеха. Я взглянул на Уорда, он сбросил недавнюю важность и тоже смеялся. Меня разыграли. Под видом глубокомысленных рассуждений мне преподнесли совершеннейший вздор. Артемес Уорд был одним из самых приятных людей на свете и замечательным собеседником. Про него шла молва, что он молчалив. Вспоминая нашу беседу, я позволю себе с этим не согласиться. Как меня провели в Нью-Арке Редко бывает приятно сплетничать о самом себе. Но в некоторых случаях человеку после исповеди становится легче. Вот и сейчас я желаю облегчить свою душу, хотя мне кажется, что я это делаю скорее из жажды придать гласности неблаговидный поступок другого человека, чем из желания пролить бальзам на раны своего сердца. Я понятия не имею, что такое бальзам, но кажется, это выражение в данном случае как раз подходит. Вы, может быть, помните, что я не так давно читал лекцию в Нью-Арке молодым людям, членам какого-то общества. Ну, словом, я ее читал. Перед началом лекции мне пришлось беседовать с одним из упомянутых молодых джентльменов, и он сказал, что у него есть дядя, который неизвестно по какой причине навсегда утратил способность что-либо чувствовать. И со слезами на глазах этот молодой человек сказал, ах, если бы мне еще хоть раз увидеть, как он смеется, ах, если бы не увидеть, как он плачет. Я был тронут. Я не могу оставаться равнодушным к чужому горе. Я сказал, тащите вашего дядю на мою лекцию, я его расшевелю, я сделаю это для вас. Ах, если бы только вам это удалось, если бы вам это удалось, вся наша семья стала бы за вас молиться, мы так его любим. Ах, благодетик, неужели вы его заставите смеяться? Неужели вы вызовете живительные слезы на эти иссохшие веки? Я был тронут до глубины души. Я сказал, сын мой, приводите вашего старичка. У меня для этой лекции приготовлены такие анекдоты, что если в нем осталась хоть капля смеха, он будет смеяться. А если эти не достигнут цели, то у меня имеются другие. И тут он должен будет либо заплакать, либо умереть, ничего другого ему не остается. Молодой человек призвал благословение на мою голову, прослезился и обнял меня, а потом побежал за своим дядей. Он посадил старика на самом виду, во второй ряд, и я начал его обрабатывать. Сначала я пустил в ход анекдоты полегче, потом потяжелее. Я осыпал его плохими анекдотами и просто изрешетил хорошими. Я выстреливал в него старыми бородатыми анекдотами и, не жалея перца, посыпал его с носа и с кормы новыми, с пыла горячими. Я вошел в раж и старался в поте лица до хрипоты, до тех пор, пока в горле не начало соднить, до бешенства, до ярости, но ни разу не прошив старика, не добился ни слезы, ни улыбки, так-таки ничего, ни признака улыбки, ни следа слез. Я был изумлен. Наконец, я закончил лекцию последним воплем отчаяния, последней вспышкой юмора, запустил в него анекдотом сверхъестественной силы и потрясающего действия. Потом я сел на место, совсем растерявшись и вылившись из сил. Президент общества, подойдя ко мне, смочил мою голову холодной водой и сказал. Чего это вы так разошлись напоследок? Я ответил. Я старался рассмешить вон того старого осла во втором ряду. Он сказал. Тогда вы зря потратили время. Он глух, нем и к тому же слеп, как летучая мышь. Ну, скажите, пожалуйста, хорошо ли было со стороны племянника, этого старикашки, так обмануть незнакомого человека, да еще круглого сироту? Я спрашиваю у вас, как друга, как ближнего своего, хорошо ли это было с его стороны? Приятное и увлекательное путешествие. Поскольку полученное нами нижеследующее объявление касается предприятия, которое представляет несомненный интерес для широкой публики, мы сочли себя вправе поместить его на столбцах нашей газеты. Мы уверены, что этот наш поступок нуждается лишь в пояснении, а не в извинениях. Редактор Нью-Йорк Геральт Объявление Настоящим сообщаю, что в компании с мистером Варнумом я взял на прокат комету сроком на несколько десятков лет и прошу уважаемую публику поддержать задуманное нами выгодное предприятие. Мы намереваемся оборудовать в комете удобные и даже роскошные помещения для всех, кто почтит нас своей поддержкой и предпримет вместе с нами длительное путешествие среди небесных тел. Мы приготовим миллион кают в хвосте кометы с горячей и холодной водой, газом, зеркалами, парашютами, зонтиками и т.д. А в случае щедрой поддержки публики увеличим количество кают. В комете будут также бильярдные и горные залы, мюзик-холы, кигельбаны, множество вместительных театров и публичных библиотек. На главной палубе мы будем держать лошадей и экипажи для прогулок по шоссе протяженностью в 100 тысяч миль. Мы будем также издавать ежедневные газеты. Отправление кометы Комета покинет Нью-Йорк в 10 вечера 20-го сего месяца, поэтому желательно во избежание толкучки при отправлении, чтобы пассажиры поднялись на борт не позднее 8 часов. Неизвестно, понадобятся ли паспорта, но мы советуем пассажирам иметь их при себе и тем самым оградить себя от всяких неожиданностей. Собаки на борт кометы не допускаются. Это правило установлено в соответствии с существующим отношением к этим животным, и мы намерены твердо его придерживаться. Мы будем всемирно заботиться о безопасности наших пассажиров и обнесем комету прочными железными перилами. Подходить к ним и заглядывать за борт можно будет только вместе со мной или с моим компаньоном. Почтовые услуги Обеспечиваются полностью. Безусловно, мы имеем в виду только телеграфные сообщения. Наши пассажиры смогут обмениваться впечатлениями со своими друзьями, находящимися в каютах на расстоянии 20 миллионов и даже 30 миллионов миль от них. Время прохождения телеграммы в оба конца – 11 суток. Ночной тариф снижается в половину. Вся эта широко разветвленная почтовая система будет находиться под личным надзором мистера Хейла из штата Мэн. Завтраки, обеды и ужины в любое время дня и ночи. Подача блюд в каюты оплачивается дополнительно. Мы не ждем враждебных действий ни с одной из больших планет, однако мы решили, что лучше ошибиться, чем попасть в просаг. Вот почему мы запаслись достаточным количеством мортир, осадных орудий и абордажных крюков. История показывает, что мелкие отдаленные поселения, как, например, племена Уединенных Островов, склонны враждебно относиться к иноземцам. То же может случиться и с жителями звезд 10-20 величины. Сами мы ни в коем случае не станем обижать обитателей звезд, если только к тому не будет повода, а проявим по отношению к ним вежливость и доброжелательство, и на самой малой планете не позволим себе ничего такого, что не решились бы позволить себе на Юпитере или Сатурне. Повторяю, без повода мы не обидим ни одну из звезд. Но в случае, если правительство какой-либо звезды небосвода попытается причинить нам зло или поведет себя недостаточно почтительно, оно получит немедленный отпор. Мы против кровопролития, но тем не менее будем решительно и безвозвязненно придерживаться этой политики, не только по отношению к отдельным звездам, но и к целым созвездиям. Мы надеемся оставить хорошее впечатление об Америке на всех звездах и планетах, которые посетим, от Венеры до Урана. Во всяком случае, если мы не сумеем пробудить любовь к нашей родине, то, по крайней мере, заставим уважать ее везде, куда бы мы ни ступили. На комете бесплатно полетит большой отряд миссионеров, которые прольют истинный свет на небесные сферы, так как те, хотя и светят физически, но духовно пребывают во тьме. Повсюду, где только возможно, будут учреждены воскресные школы. Будет также введено обязательное обучение. Прежде всего, наша комета посетит Марс, а затем направится на Меркурий, Юпитер, Венеру и Сатурн. Лицам, связанным с правительством Колумбийского округа и прежним городским властям Нью-Йорка, если они пожелают обследовать кольца, будет предоставлено на то время необходимое снаряжение. Мы посетим все звезды первой и второй величины и выделим время для экскурсий в наиболее интересные пункты на территории этих светил. Созвездие Большого Пса Вычеркнуто из программы. Много времени будет уделено Большой Медведице и, безусловно, всем важным созвездием, а также Солнцу, Луне и Млечному Пути, этому небесному гольфстриму. Для экскурсий по Солнцу приготовлена специальная защитная одежда. Наша программа составлена так, что почти через каждые 100 миллионов миль мы будем делать остановку на какой-нибудь звезде. Таким образом, остановки предполагаются частые и нашим туристам скучать не придется. Багаж можно сдавать до любого пункта путешествия. Пассажиры, которые захотят проделать лишь часть путешествия и тем самым сэкономить на стоимости билета, смогут сойти на любой избранной им звезде и дождаться там нашего возвращения. Посетив все наиболее известные звезды и созвездия нашей системы и лично осмотрев самые отдаленнейшие свечения, которые в настоящее время обнаружены на небосводе наиболее мощным телескопом, мы смело продолжим наши потрясающие открытия среди бесчисленных, блуждающих миров, которые хаотически кружат в необозримых пространствах, тех пространствах, что в торжественной пустынности простираются на многие миллионы миль за пределами видимости самого сильного телескопа. И залетим так далеко, что маленький блистающий звездный свод, на который мы смотрим с земли, покажется нам лишь подблеском светящейся волны, мелькнувшей за кормой лодки путешественника в тропических морях, истершийся в памяти после долгих лет скитаний по бескрайним фосфорисцирующим просторам. С детей, занимающих места за столом первого класса, плата будет взиматься полностью. Каюты первого класса, от земли до урана, с заездами на Солнце, Луну и все главные планеты по пути следования стоят всего лишь по два доллара за каждые 50 миллионов миль пути. На весь рейс, в оба конца, делается большая скидка. Наша комета новая и в полном порядке. Она отправляется в свое первое путешествие. Насколько нам известно, это самая быстроходная комета на линии. Она делает 20 миллионов миль в день, но с отборной американской командой и при хорошей погоде, несомненно, сможет дать и 40 миллионов миль. Однако мы не намерены развивать опасную скорость и строго-настрого запретим гонки с другими кометами. Пассажиры, которые пожелают изменить курс своего путешествия или возвратиться на Землю, будут переправлены на другие кометы в любом пункте. Мы свяжемся со всеми надежными линиями. Безопасность пассажиров полностью гарантируется, но не станем скрывать, что небеса кишат кометами старого образца, которые не осматривались и не ремонтировались 10 тысяч лет. И которые надо бы давным-давно сломать или переделать на грузовые варжи. С ними мы не будем поддерживать никаких связей. Пассажирам третьего класса вход на верхнюю палубу воспрещается. Генералу Баттеру, мистеру Шепардову, мистеру Ричардсону и другим выдающимся гражданам, чьи заслуги перед обществом дают им право на отдых и развлечения, мы предоставим бесплатные билеты туда и обратно. Группам экскурсантов, изъявившим желание проделать все путешествие, будут обеспечены дополнительные удобства. Путешествие закончится 14 декабря 1991 года. В этот день пассажиры снова ступят на землю Нью-Йорка. Таким образом мы обернемся по крайней мере на 40 лет быстрее, чем любая другая комета. Многие члены Конгресса собираются проделать с нами все путешествие, если их избиратели дадут им отпуск. На борту кометы вас ждут все возможные невинные развлечения, но всякие пари, особенно относительно скорости кометы и азартные игры во время полета, запрещаются. Ко всем постоянным звездам небосвода мы отнесемся с должным уважением. Но блуждающие звезды, которые нужно закрепить на одном месте, мы закрепим. Мы будем очень сожалеть, если при этом возникнут волнения, но все-таки закрепим их. Поскольку мистер Коджи сдал нам свою комету на прокат, она будет называться теперь не его именем, а именем моего партнера. Нотбене. Пассажиры, оплатившие двойную стоимость проезда, получают право на долю во всех новых звездах, солнцах, лунах, кометах, метеорах и складах грома и молний, которые мы обнаружим. Фирмы патентованных медикаментов благоволят принять к сведению, что мы захватим с собой рекламные щиты для размещения их на созвездиях, а также кисти и краски. Фирмы могут заключить с нами договоры. Напоминаем тем, кто предпочитает, чтобы после смерти их не предали земле, а сожгли, что мы направляемся прямиком в самое пекло и можем захватить их с собой. Для большинства пассажиров наша поездка будет просто приятной экскурсией. Нас же интересует деловая сторона. Мы надеемся выжать из кометы все, что она может дать. Дальнейшие подробности относительно стоимости билетов и провоза багажа вы узнаете на борту кометы или у моего компаньона. Ко мне же с вопросами не обращайтесь, потому что я вступлю в свои обязанности лишь после отправления кометы. В настоящее время я не имею возможности загружать свой мозг всякими мелочами. Марк Твен.